Здравствуйте, дорогие зрители! Усаживайтесь поудобнее и посмотрите нашу очередную передачу о звездах мирового шоу-бизнеса. Родилась дочка у светской львицы Ким Кардашьян. Назвали девочку очень экзотично – North-West, то есть северо-запад. Интересуемся, почему же не East-South, то есть юго-восток. Вот интересная женщина Ким. Ни актриса, ни певица, ни модель просто подрабатывает нюсмекершей. То скандал, то роман и неплохо себя чувствует. Но, во всяком случае, пока она имеет товарный вид и его еще не потеряла. Родилась дочь и у знаменитого голливудского актера 55-летнего Алика Болдуина. Его жена, 28-летняя Хиллари, чувствует себя прекрасно. Всю беременность она поедала лимоны в промышленных масштабах. Видимо, детеныш на них будет иметь стойкую аллергию. Дочку назвали менее авангарда, чем Ким Кардашьян свою. Простенько, но со вкусом. Кармен Габриэла. Алик познакомился со своей женой в ресторане. Она работала инструктором по йоге, и Болдын не смог просто устоять перед ее очарованием. А предложение сделала через год после знакомства. Эмбер Хюрт, новая возлюбленная Джонни Деппа, показала себя с неожиданной стороны. Естественно, что она выразила восхищение Деппом, какой он умный, чувствительный, как его все обожают. А еще она рассказала, что она классическая бисексуалка. У нее был грандиозный опыт как с мужчинами, так и с женщинами. И скрывать этого она не собирается. Уж какая есть, такая есть. Кому не нравится, может отвернуться. А российский миллионер Доронин, который разорвал отношения с Наоми Кэмпбелл несколько месяцев назад, хочет ее задобрить. Наоми известна своим крутым нравом, и миллионер решил ей подарить роскошный особняк авангардного стиля подмосковной барвихи. Ой, вот так себе и представляем черную пантеру, рассекающую по барвихе в поисках ближайшего супермаркета и стоящую в жутких пробках на Рублевке с пятницы по воскресенье. Ну а Дженнифер Лопес испытала большое потрясение. В ее имение Water Mill в штате Нью-Йорк, стоимость 10 миллионов долларов, вторся парень по имени Дубис. Работники имения заметили его только тогда, когда он влез в бассейн звезды и вольготно там расположился. Когда же прибыла полиция, выяснилось, что мужик уже ранее судим, и в наличии имелись воровские инструменты, которыми он, к счастью, не успел воспользоваться на полную катушку. Но вот и возникает дурацкий вопрос. А как он вообще-то проник? Что, шел мимо, решил искупнуться? А где охрана, спрашивается? И последняя новость на сегодня о новом Бэтмене. Его сыграет Бен Аффлек. Новый фильм из этой супер-успешной серии должен выйти в 2015 году. На сегодня это все. Подписывайтесь на наш канал, будьте с нами, задавайте вопросы, ставьте лайки. До новых встреч!